Выход к молитве. Что должен делать мусульман, который собрался выйти и совершить молитву? Лучше всего, чтобы он совершил омовение у себя дома. То есть вышел из дома готовым для молитвы. Одевает самую лучшую одежду. Идет на молитву, либо пешком, либо на каком-то транспорте. Лучше идти пешком. Однако, если он идет пешком, то он не должен бежать ни быстро, ни легким бегом. То есть не надо лишних движений делать. И не надо выходить с закрученными рукавами. Или же кричать очень громко. Он дошел до мечети. Все, дуния свою должен, мирской, должен оставить за пределами мечети. Нельзя в мечети ни продавать, ни покупать. Не надо искать там потерянные вещи. Не надо говорить о политике. Или же о каких-то мирских вещах. Нельзя нам превращать мечети в подобие каких-то кафе. То есть для употребления пищи, разных напитков или же просто разговоров. Мы в мечетях должны поминать Всевышнего Аллаху споната. То есть, допустим, кто-то играет в своем телефоне. Или же, допустим, смотришь на телефоны, или же на часы, или же на муазина, чтобы тот дал икам. Или же поднимать голос в мечети. Или же, допустим, не выключать телефон, и тебе кто-то звонит, и твой телефон играет. Когда ты заходишь в мечеть, то ты должен правой ногой заходить и говорить то, что пришло в сунне. Когда выходишь из мечети, выходишь левой ногой, говоря то, что пришло в сунне. Ты вошел в мечеть. Какой-то человек. Если ты мужчина, то старайся в первый ряд стать. Если ты женщина, то старайся в самый последний ряд стать. Если же нет для женщины отдельной молитвенной комнаты. Если же есть, то ты заходишь туда. Нельзя мужчине опаздывать, то есть, или вставать в последние ряды. Неправильно так делать. Если ты увидел, что имам начал совершать молитву, Тогда ты сразу же за ним говоришь, Такбирату Лихрам, слава Аллаху Акбар, Начинаешь совершать молитву с имамом. Если имам стоит, Совершает поясной поклон, Делает земной поклон, Сидит, В последнем ташахуде, Тадхуль مع имам. Независимо, в каком положении он не был, Ты входишь в молитву вместе с ним. Если ты застал имама в положении стоя, Или же в поясном поклоне, То это считается тебе ракатом. В противном же случае, Если после того, как имам закончил молитву, Ты встаешь и дочитываешь то, на что не успел. Ты заходишь в мечеть, Молитва еще не началась. Что мне надо делать? Болтать? Смотреть телефон? Нет. Я должен пойти вперед, И начать молиться. Если та молитва, на которой ты пришел, У нее есть сунна, Которая совершается до нее, Как молитва, допустим, Сунна Фаджара, То ты совершаешь эту сунну. Если же нет сунны, То ты совершаешь приветствие в мечети, До того, как сядешь в мечети. Мечеть я должен быть занят чтением Курана, Поминанием Аллаха, Молитвой, И не должен делать так, Как делают некоторые небесные люди. Аллах знает.